Есть считывание номерных знаков автомобиля. Во-первых, мы должны правильного образа камеры установить, чтобы она считывалась. Во-вторых, камеры тоже должны почистить. Интеграция приведена с видеонаблюдением, с программным обеспечением видеонова. В видеонова интегрированы камеры некоторого количества производителей, которые с ней работают в поезде Кейл. Выбокая интеграция приведена. Это под логикой проезда. То есть шмаг-бал, рубеж, на котором считывается номер. Вот, как так сказать, взаимодействие с контроллером на УСИС, как подписано. Камера считывает номер, отправляет его в программное обеспечение. Программное обеспечение на базе Бастиона сравнивает номер с базой данных, которую уже, имеется, заведен. И принимает решение о том, допускать или не допускать. Выдает команду на контроллер, заблокировать, открыть, чтобы вам, либо пропадать, допустим, тревогу. То есть вот типовая схема. Как максимальная скорость автомобиля? По-моему, до 60 км в час. Но тут все, скажем так, уникально. Решается это все. То есть все знают, что программное обеспечение на разной скорости, на рассчитывании номеров, оно стоит разных денег. Когда мы говорим о таких скоростях, потому что 60, 80, 100, это довольно большие денежные средства, которые необходимо потратить. Все-таки для доступа при правильной организации административного проезда через какую-то точку прохода, проезда, в данном случае, имеет смысл устанавливать какие-то стоп-линии, чтобы на малую скорость автомобиль подъезжал, номер считывался и после этого приходилось принимать решение. Потому что на 60 км никто не проезжает через шарбан уже. Такого практически просто не бывает. Но скорее всего, перед тем, как произойдет идентификация, шарбан будет снесен уже довольно-таки успешно. Вот представлена типовая схема. То есть там в системе видеонаблюдения, где сидит охранник и следит вообще за всеми видеокамерами, которые расположены на объекте, также может быть увиден на этот армоплан с топологией СКУ, с топологией охранной сигнализации, охранной сигнализации и с самым видеонаблюдением. Плюс отдельная стоящая независимая точка проезда, которая рассчитывает номера, либо может происходить двойная идентификация и карта рассчитывания номера в совпадении двух признаков в одной системе. Логику работы можно отстроить по-разному. Продолжение следует...